Россия вынуждена признать падение роста экономики. Эдуард Штайнер, Диуэлт, Германия. 3 июля 2018 года. Чемпионат мира по футболу может быть полезен во многих отношениях. В том числе и для того, чтобы под восторженную шумиху незаметно сообщать неприятные новости. Правительство России уже практиковало это в начале ЧАЭМ, когда оно воспользовалось тем, что все внимание было приковано к футболу. Для того, чтобы протолкнуть в парламенте законопроект о спорном, но крайне необходимом повышении пенсионного возраста. Сейчас оно снова прибегает к этой практике. Пока миллионы граждан занимают неожиданно хорошие выступления национальной сборной, Министерство экономики на прошлой неделе обрисовало более реалистичную картину экономического развития на ближайшие 6 лет. По прогнозу Министерства, уже в текущем году ВВП будет расти медленнее, чем предполагалось, а именно на 1,9% вместо 2,1%. Однако еще более мрачными выглядят ожидания на счет следующего года. Рост ВВП замедлится и составит вместо предполагаемых ранее 2,2% лишь 1,4%. Цифры, которые для западного уха могут звучать еще вполне приемлемо, для развивающейся страны вообще и для России в особенности – настоящее бедствие. Экономика самой большой по территории страны мира должна бы расти на 4-5%, как этого желал президент страны Владимир Путин, чтобы превысить мировой экономический рост в 3,9% и тем самым уменьшить отставание России от западных индустриальных стран. В действительности происходит обратное. В этом была в последнее время виновата рецессия 2015-2016 годов, которая отбросила Россию назад после аннексии Крыма и падения цены на нефть в 2014 году. Однако рост был вялым и раньше, таким же он остается и сейчас. За последние 5 лет годовой прирост ВВП не достигает даже 0,3%. Из расчета на 6 лет он составляет 0,8% в год. В настоящее время больше всего бросается в глаза тот факт, что рост цен на нефть не дал экономике никакого стимула. Новый, откорректированный в сторону снижения прогноз по ВВП Министерства экономики базируется на предположении, что цена на нефть в этом году составит в среднем 69,30 доллара США за баррель, в то время как в предыдущем, апрельском, прогнозе исходили еще и с цены на нефть в 61,40 доллара. Нет необходимых инвестиций совершенно очевидно, что цена на нефть России больше не может помочь. Этот феномен проявился впервые еще в 2012 и 2013 годах, когда рост уже значительно замедлился, хотя за баррель нефти все еще давали 100 долларов. Тогда стало очевидно, что экономическая модель, опирающаяся на цену на нефть и на потребление, которая помогла русским в первые 10 лет нового тысячелетия повысить благосостояние, исчерпала себя. На ее место должна была бы прийти модель, опирающаяся на инвестиции, для чего, однако, не хватало прогресса в развитии общества. В результате разногласий с Западом после 2014 года инвестиционная активность значительно сократилась. И если новый прогноз Министерства экономики подтвердится, то в этом и в следующем году придется довольствоваться значительно меньшим объемом инвестиций, чем предполагалось ранее. Просто раньше аналитики недооценивали действия американских санкций. При этом именно динамика в сфере инвестиций непосредственно связана с американскими санкциями, как заявил один западный представитель экономики в России. Каждый раз, когда США объявляют о новых санкциях, запланированные инвестиции снова замораживаются. Как только те, кого это касается, привыкают к ним, они снова вытаскивают на свет свои инвестиционные планы, пока эта игра не начинается снова. Прибавьте сюда дальнейшие повышения основной процентной ставки из США, которая позволяет инвесторам переводить деньги из развивающихся стран в Америку. Недостаток денег вынуждает прибегать к непопулярным мерам. Сюда относятся, наряду с повышением пенсионного возраста, и повышение налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, что должно принести бюджету 2 триллиона рублей, 27 миллиардов евро. Россия приспосабливается к новым реалиям и, согласно Министерству экономики, именно это обстоятельство главным образом отвечает за то, что рост экономики в этом и в будущем году так сильно затормозится. Увеличение налогового времени замедляет экономическую активность и подогревает инфляцию. Все это заставляет Центробанк действовать, вопреки своей практике с прошлого года, а именно значительному понижению ключевой ставки, чтобы таким образом подтолкнуть экономику. Центробанк снова потуже натянул поводья. На своем последнем заседании он уже не снижал ключевую ставку, а ставил ее на высоком уровне в 7,25%. После трудного периода рецессии Россия переходит на трудный путь приспособления к новым реалиям. Лишь когда этот путь будет преодолен, развитие сможет вновь пойти вверх, считают российские СМИ. По их данным, в 2022 году было бы желательно приблизиться к уровню роста ВВП около 3%. Однако, по их же данным, это возможно лишь в том случае, если с 2020 года удастся повышать инвестиции ежегодно на 6%. Частично деньги на это будут поступать из бюджета. Но большую часть государства ожидает от предприятий и от населения. А готовы ли они к этому, станет видно после чемпионата мира по футболу.